Банни тракс такое вообще левое какое-то слово, я не люблю. КС это бихоп, тоже какой-то идиотский. Ой, какой мэн, в какой тауэр, почему он должен умереть? Карта говно, все говно, я самый лучший. Карта говно, все говно, все говно, все говно. Так, этот кусок можно будет вырезать. И тебе дается три патрона машин-гана. Но прежде чем мы это будем делать, я покажу, что можно сделать с перчаткой, пока она у нас есть. Сползаем сюда. Это кнопка, кстати. Вот я уже Вуди рассказывал. Мне было очень смешно, потому что все люди, которые сюда в самом начале заходили, они эту кнопку нажимали, и потом в чате очень активно писали, типа Что произошло, да где, где что-то взорвалось. Типа, что это делает? Я, ну как-то, мне честно смешно было, потому что я специально оставил обрезанный провод, еще его таким очевидным сделать. Что типа, ну кнопка очевидно не работает. Ну, в общем, ладно, я как маппер над этим просто очень сильно посмеялся. Дальше у нас здесь есть вот такая вот штучка. Которая типа подсказывает, что там есть еще комната. И чтобы туда залезть, ты просто перчаткой бьешь по вот этой вот стенке. Кстати, не стойте под ней, потому что она вас убьет. Да, здесь все двери убивают вас, поэтому осторожней. Вот, и здесь такой небольшой, ну, спасибо, можно сказать, говорю всем, кто мне помог с этой картой. И опять же скажу спасибо очень огромное всем, кто мне с этой картой помогал. Да нет, что-то, что-то, что-то. Так, а там, кстати, а вот сюда можно как-то попасть? Или это просто такая, типа, а там тоже что-то есть, но, типа, сам думай как туда попасть, да, или что? Ну, что-то на таком подобии. Мне просто очень всегда нравились игры. Я это еще с детства понял в играх, как Unreal Tournament, где ты смотришь в какое-нибудь окно и видишь там такой бэкдроп красивый, там какие-нибудь там пейзажи, там город или что-то. Ну, ты знаешь, что ты туда попасть не можешь, и там практически ничего нет. Туда лучше ноу-клипом не вылетать, потому что тебя, как сказать, там все будет просто обрезано. Лучше на это посмотреть, и чтобы, ну, твой мозг представил, что там дальше, какие пейзажи идут. Да, да, да. Как на картину смотришь и представляешь, типа, что это. Ну, у меня была такая идея, что вот эта вот база, в которой ты находишься, типа, пытаешься из нее, ну, избежать, как в любом голливудском фильме или в какой-нибудь любой игре. И это вот, типа, такая точка, где ты избегаешь отсюда. Потому что в конце карты тот, кто уже ее проходил, помнит, там, типа, тупик. А вот здесь вот ты именно убегаешь. Ладно. А, и, кстати, вот это Man in the Tower, Must Die, это, типа, такая загадка, которая здесь висит. Типа, человек в башне должен умереть. Чтобы все задумались, кто такой человек в башне, что за башня. Что за фигня тут вообще происходит? Я точно в дефрак играю, да? Да, да, да. Давай примерно прорисуем, так сказать, таймлайн с момента, когда ты попробовал маппинг, когда у тебя вот это все пошло. Ты как-то, может быть, с детства вообще чувствовал, какая-то жилка в тебе такая дизайнерская была или как-то произошло у тебя? Я даже не знаю, если честно, с чего начать, но вот в детстве я помню, когда компьютер, можно сказать, первый получил. Там вообще какой-то Windows был, по-моему, 3.1 работник, Workstation назывался. И там в Paint что-то начал рисовать, туда-сюда. Но потом со временем там комп получше, там, помню, родители купили. И туда я поставил Photoshop. Тогда понятие там покупать софт, это вообще такого не бывало. Ты что-то все закачивал. Да, да, да. Музыку, фильмы. То есть альтернативы, чтобы что-то там покупать в каком-то онлайн-магазине, это вообще было, по-моему, глупо. Это сейчас там люди все более-менее чувствуют. В общем, тогда я там, помню, начал фотошопы, там разные какие-то там картинки, там головы меняют, лица там корячить. Ну, ты уже тогда экспериментировал прям вовсю с инструментами, изучал это все дело. Да, да. И вот именно в то время я увлекался, это была вообще моя самая первая компьютерная игра. Ну, 3D компьютерная игра, скажем. Это был Unreal Tournament. 1999 года. Старенький-старенький такой. Я помню, еще на каком-то базаре купил диск. Он у меня до сих пор хранится. И вот эта вот вставка, которая, ну, бумажная в этот диск вставилась. И сама печать на диске. Она, видно, была вообще сделана кем-то в каком-то подвале, на каком-то говняном черно-белом принтере была распечатана. Ну, в моем возрасте я этого вообще не понимал. Мне казалось, что эта игра так и выглядела. Я помню, потом много-много лет спустя, когда я увидел настоящую версию игры в магазине. Знаешь, они там в таких еще коробках ставятся, эти диски обычно такие. Ну, чтобы она хорошо на полке выглядела. Когда я увидел, и вот только тогда, много лет спустя, я понял, что я купил какую-то подделанную версию. Ну, она рабочая, тем не менее, все равно, наверное, была. Хоть и... Да, да, да. Это такая подделочка. Эти же все старые игры, они такие есть. Типа, ты их даже инсталлировать, ну, почти не надо. Ты запускаешь и все, и они сразу работают. Ну, в общем, короче, вот я по нырилам очень сильно помню. Увлекся, играл, играл много лет. Ну, я так в оффлайне, я совсем еще малой был. Я вообще даже не понимал, что такое, типа, мультиплеера, что там можно с другими там людьми в интернете играть. Ладно, я знал, что такое. Ну, помню, там у нас, типа... У меня не было друзей, которые тоже там в Unreal играли сюда-сюда. Так что я просто бегал там в оффлайне с ботами, помню. Это вообще круто было. В Quake, если честно, я вообще не играл тогда. То есть я на Quake, ну, не вырос, как можно сказать. И вот после... Да, да, вот я сейчас вспоминаю, после переезда в Канаду... Какой-то, по-моему, еще один новый комп купили мне родители. И тогда я начал более так активнее в Unreal играть. И уже нажал кнопочку мультиплеера. Меня там на какой-то сервер поставило. Меня там сразу начали мочить. Я сказал, я не буду этим заниматься. Пошел обратно ботов мочить. Унизили там. Унизили по полной. Это было, сейчас скажу, где-то 2002-2003 год, по-моему. Это тебе сколько было? 13-14 лет? Ну, смотри, в Канаду я приехал в 2001 году. Это мне было 12 лет. То есть я закончил пятый класс. И здесь... Кстати, очень интересно. Я закончил... В Латвии я закончил пятый класс. А когда приехал в Канаду, пошел в седьмой. В 12 лет, закончив пятый класс, я не попал в шестой здесь. Меня сразу в седьмой поставили. То есть, получается, в шестой класс я никогда не ходил. Ну, в общем, я не знаю, как это относится к Unreal Tournament. Ну, короче, где-то вот в это время примерно я нашел... Я там увлекся мультиплеером, туда-сюда в какие-то кланы начал играть. Вот то, что сейчас, кстати, Никс играет у себя на сервере. Там ты со снайперкой бегаешь, там на очень больших скоростях она пуляет. И я вот этим делом увлекся. И вот именно тогда мне кто-то посоветовал, помню, в каком-то клане я играл. Там те старики были. Мне посоветовали свои карты начать делать. Потому что мне очень нравились, там были в основном городские такие большие открытые карты. Где там все снайперы сидели, прятались. И вот именно тогда я начал пробовать свои карты в Unreal Editor делать. Программка была прикольная. Ну, мне как бы не с чем было сравнивать, потому что я никаких других программ не знал. Сколько ты вообще над картой работал? В сумме. По часам не знаю. По часам интересно было посчитать. По минутам, что вы над картой. По минутам. Честно, не знаю. Я знаю, у меня на эту карту ушло 5 месяцев. О, 5 месяцев? Серьезно? Мы же вроде разбирались. Типа, ты в январе как будто где-то начал. Не-не-не, в январе я нашел последний бэкап файл. Но у меня до января, у меня типа пропали все хард-драйверы. Так что я еще помню, когда я начинал свою старую работу, я как раз вот эту карту, на ней уже работал. То есть я как-то смотрел, там, по-моему, где-то в октябре или даже до... Ну, в общем, опять же, эти 5 месяцев, это не то, что я там каждый день 5 месяцев сидел там... Полный рабочий день сидишь такой маппинг. Это у меня чисто на выходных было и все. В общем, вот здесь вот у нас находится вначале такая вот секретка небольшая. Я ее сделал очень специально такой запутанной, чтобы люди, которые пользовались вот этой дорожкой, они вот эту вот, ну, дверь, можно сказать, назовем ее дверью открытия, чтобы она была специально очень очевидным. Чтобы люди, которые сюда заходили, думали, что это, как сказать, роуд какой-то. Но потом быстренько понимали, что это секретка. Типа такое чувство, типа, ой, я что-то нашел, классно. Но здесь никто вообще никогда ничего не поймет, потому что они опять читают это сообщение. Они говорят, какой, какой мэн, в какой тауэр, почему он должен умереть? Карта говно, что здесь такое? Типа заходит сюда, а здесь какая-то вообще фигня летает, что-то мигает. И когда они падают вниз, тут происходит вот такое вот. Их возвращает обратно. То есть, понимаешь, я когда вот эти все комнаты делаю, я именно их делаю вот так. Типа ставлю себя на место самого вот новичка, который в первый раз эту карту только начал играть. И как бы по его логике создаю такую комнату специально, чтобы, типа, там, подразнить человека, чтобы поиграться, на нервы ему чуть-чуть подействовать. В общем, второй раз ты уже падаешь. Ну, надеюсь, это на второй раз у всех получится, что падаешь, и ты уже знаешь, что этот пад вот здесь вот будет. Вот. Потом ты замечаешь, что там еще один пад. Но ты уже знаешь, что тебя первый обманул, и второй, наверное, сейчас в какую-то другую сторону поедет. Так что ты просто тупо на шару прыгаешь. Он реально едет? А что-то я раньше не знал. Слушай, офигеть. А-а-а, ты мне сам свою, ну, свою эту, обманулся. Но ты, кстати, один из нескольких человек, который сверху посмотрел и заметил вот здесь вот, ну, дорожку. И просто потом на нее перепрыгнул. Что я, а, получил. Ну, в общем. Эту, кстати, ее вообще тяжело увидеть, так что... Да, да, да. Фикси. Три патрона у нас со старта, чтобы открыть три двери. А всего... Ну, не двери, а вот эти кнопки оранжевые. А всего у нас этих кнопок сколько на карте? Ну, а, шесть, по-моему, мы насчитывали. Шесть, да. То есть у тебя шесть препятствий, которые ты можешь открывать, и три патрона. То есть ты сам выбираешь себе дорожку на этой карте. Вот. Значит, как ты сказал, эта фигня нам дает один патрон. И теперь, как бы, такая у тебя задача. Ты думаешь, интересно, вот эта комната нам дала один патрон. Для чего нам, для чего она, ну, нам его дала? И ты думаешь, может это для того, чтобы открыть, там, побольше вот этих вот препятствий на карте. А потом начинаешь понимать, что назад ты, типа, вернуться принципиально не можешь, потому что там триггер, пересет уже не можешь сделать. То есть для чего ты тебе дался еще один патрон? Вот. Потом здесь есть еще одна такая вот комнатка, тоже более очевидная. Кстати, про эту я вообще говорить не буду, потому что здесь ничего нету. У нас специально так стоит. Кстати, вот от темы не хочу совсем уходить. Но я ее сделал именно для того, чтобы вот эту вот, вот эту вот, как ее назвать, фигню. Мостик вот этот, да, небольшой. Я его здесь поставил по центру людям, которые, ну, на очень большой скорости, там, или по нижней дорожке, или по верхней, чтобы они могли ей еще как-то воспользоваться. Ну, хотя, по-моему, ей вообще даже никто и не пользовался. Да, она полностью юзис, потому что, когда больше скорости, ну, большая скорость, ну, ты вообще на нее никак не попадаешь, так что извини, не сошлось. Не сошлось. Ну, она, в общем, у меня просто тупо вот так вот в стенку в обычную упиралась. И мне это визуально очень не понравилось. Я решил такую туда комнатку поставить. С таким оранжевым светом, который, который все думали, что там что-то есть. Ну, в общем. Вот, значит, переходим вот в эту вот вторую комнату у нас. И опять же, Вуди, ты извини, что я повторяюсь, но... Не-не-не, ты можешь делать все, что хочешь, это твой день. Здесь у нас, ну, вот эта фигня вся в лаву. Не в лаву, а в зеленую фигню опускается. И у нас, короче, здесь справа и слева есть две кнопки. И здесь две решетки. Само собой, одна из кнопок открывает одну решетку, вторая кнопка открывает вторую. И для меня, что было очень-очень интересно. Я правша, и мне всегда как-то все по правую руку у меня начинает. Хотя, может, большинство это по-другому. И вот именно эта комната мне так и доказала. Потому что я сделал так. Вот ты прыгаешь направо, нажимаешь правую кнопку, потом идешь налево. Так, это опять можно будет вырезать. Так, 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 сейчас, секунду. Все подрежем, все подрежем, все подрежем, все подрежем. Не-не, мучение маппера на картах, на своих же, это вообще святое наблюдать. Потому что обычно происходит, наоборот, маппер наблюдает за игроками, как они мучаются. А теперь игроки пусть смотрят, как маппер мучается на своей карте. Так вот, к чему я говорил, что первая кнопка открывает вот этот вот, не первый заборчик, а вот этот вот, ну, вторую туристину. И люди, почему-то, за которыми я наблюдал, которые в эту карту играли, я, ну, очень много за кем-то наблюдал, заходя в эту комнату, они все начинали слева и потом шли направо. И таким образом у них вначале открывалась вот эта вот ближняя ко мне решетка, а потом, ну, вот эта вот задняя. И получалось, что люди делали вывод, что здесь одному игроку невозможно эту комнату пройти. То есть никто даже не пробовал идти справа налево. Там, короче, нам еще дается один вот патрон. Теперь у нас их пять. И опять же начинается загадка, для чего они, куда они, что дальше. Самое главное отличие, что вот, ну, между Радиантом и Unreal Editor вторым, ну, тех же самых движков, они оба, по-моему, из одной и той же эры пошли. А когда ты пользуешься Радиантом, ты начинаешь понимать, что этот софт, его выпустили, ну, разработчики, потом они его еще разработали, чтобы улучшить. Потому что он же, на нем же делались много других там игр. Вот этот вот Enemy Territory. Да. Какой-то Call of Duty на нем еще, по-моему, делался, да? А Unreal, ну, на Unreal же тоже был сделан этот Deus Ex старенький, помню, там еще много игр было сделано. Ну, они этот редактор свой, они его, по-моему, как выпустили, они его больше не обновляли. И в нем было очень много таких... Было... Глюков достаточно, то есть его очень легко можно сломать, то есть ты там браш подвинешь не в ту сторону, и все, у тебя все просто теряется тупо. Такие вот, ну, глюки, которые, очевидно, это очень легко починить, но этим больше разработчики игры не занимались. То есть они его просто оставили, и уже сколько лет прошло, и вот люди им до сих пор как бы пользуются. Вот, и еще вещи, типа, которые могут улучшить, ну, помочь, типа, людям делать карты быстрее, вот, copy-paste делать, там, брашить туда-сюда. Ну, к примеру, конечно, говорю, их, конечно, можно в Unreal делать copy-paste. Ну, там как-то все там медленно. И вот когда я начал радиантом заниматься, я карты делал на таком же, ну, можно сказать, пользовался радиантом точно так же, как я пользовался Unreal Editor. Ну, со временем я стал понимать, что здесь все очень оптимизировано хорошо, и вот особенно наш вот этот вот кастом радиант. Огромное спасибо и вообще респект дяде Жене за вот такую вот офигенную работу, что он именно сделал все так, чтобы помочь людям ускорить их процесс создания карт. Там настолько все легко. Радиант мне именно этим очень понравился, и я сразу понял потенциал, какого уровня можно делать карты и на какой скорости. То есть примерно сразу можно прикинуть, какое время это... Вот скажем, к примеру, вот в этой вот комнате, где я сейчас нахожусь, вот эти вот столбы, вот такие вот, видишь, украшенные, там, с лампочками, там, текстуры его там так сидят. Я бы, если бы это был Unreal, я бы их не стал делать, если честно. Я бы просто сделал что-нибудь по... А здесь потому, что в радианте такие вот вещи очень легко. Это заняло, наверное, пару минут, а потом ты просто копипейстом вот их так вот, там, пять штук поставил и все. Это заняло очень маленькое количество времени. И благодаря вот таким вещам ты можешь не просто делать обычные карты, а можешь их еще там украшать и эстетически делать, чтобы они красиво выглядели, потратив очень минимальное время. А сколько в среднем уходило времени на создание Unreal-карты? Так, пример. Хоть очень много. Очень много? Сколько? Неделю? Ну, если вот сидеть, допустим, там, каждый день, условно, по несколько часов, сколько времени может уйти? Ну, зависит от карты тоже. Вот скажем, если бы я сделал карту на вот так, ну, такую, вот скажем, вот эту бы карту сделал в Unreal Tournament, мне бы это, честно, заняло бы... Ну, я не хочу говорить в два раза больше, ну, в полтора точно. А эту ты сколько делал? Эту, по-моему, у меня три месяца на эту карту ушло. Ну, у меня больше времени было. Но опять же, и когда я говорю три месяца, это не значит, что я там каждый день сидел там, потел. Ну да. Пытался закончить. У меня, в основном, из-за работы у меня только на выходных время получалось. И во время работы тоже было иногда интересно, потому что, знаешь, особенно, когда там закончишь какую-то комнату, ты ее потестил, и времени уже нету, там сидишь на работе, думаешь, блин, как же вот, как же мне там изменить, чтобы это было так, так, так. Да, да, да. Я точно так же не работал. Ну, вообще, вот маппить, если честно, для дефрага... Кстати, вот вернуться обратно в Unreal Tournament чуть-чуть, я вот карты начал создавать для какого-то снайперского этого мода. И со временем очень быстренько перешел на так называемый бани-бани-трак. Бани-тракс это типа там, ну, дорожки для зайцев, я не знаю, как это перевести. Ну, короче, дефраг в Unreal Tournament, который, кстати, до сих пор существует. Очень активный комьюнити, там они маппаки выпускают, там куча народа у них. Дискорд, то есть народ до сих пор этим делом очень сильно увлекается. Я так иногда туда заглядываю, говорю там, привет, все меня помнят еще. Увлекся этим модом, когда он вышел. Я сейчас скажу, это было примерно 2003 или 2004 год, где-то так. Какие-то чуваки сделали буквально там 4 карты, и это стало все дело очень популярным. И вот я для бани-трак, можно сказать, так и начал делать карты. И у меня вот появилось такое, как сказать, появился очень большой интерес делать карты, где ты людям загадки делаешь. Ты не просто им говоришь, вот комната, вот прыгай по этим падам, заходи в эту дверь, падай вниз, и все. То есть мне это было неинтересно, потому что там уже было создано народом тысячу таких вот карт на таком подобии, тоже все очень низкого качества. Я тогда еще понял, что надо карты какие-то делать другие, более интересные, какой-то геймплей начать менять, потому что все это начинало идти в какую-то очень скучную, некрасивую сторону, так назовем. И начал делать карты с загадками. И вот одна из, наверное, моих последних карт для Unreal была очень интересная, потому что мне знакомый один даже помог написать такой скрипт небольшой, который позволил по карте раскидать золотые ключики, которые ты должен собирать, чтобы открыть, чтобы не просто пройти карту, а открыть именно секретку. А секретка тебе позволяла половину карты срезать. То есть там было все очень, ну, закручено, интересно. Прям с детства садистом сразу стал маппер. С детства стал садистом. Понятно, понятно. Так, продолжайте. Я вот потом тебе видос запишу небольшой этой карты, и она такая очень классная была, потому что она сделана была наподобие LEGO. И в конце карты этот, типа, был построен такой домик из LEGO, который сидел в гигантской комнате. Знаешь, в Quake тоже есть такие комнаты, тьфу, карты, которые сделаны наподобие, там, комнат здоровенного размера. И ты как игрок, ты такой маленький, там, бегаешь по ней. Я здесь создал комнату вот такую, в том доме, в котором я в то время жил, и LEGO стоял, как бы, ну, на полу, и ты там по этой карте бегал. Ну, там очень-очень круто все было сделано, я надеюсь, я ее найду и покажу тебе потом. Это как явный пример, допустим, кто играл в CS 1.6, Д-РАЦ была такая карта, и там, типа, в большой-большой комнате все перестреливаются, на шкафах прыгают, там, на унитазе, на полках, на книгах. Ну, кстати, да, я эту карту очень хорошо знаю. CS, кстати, вот, тоже офигенная вообще вещь, она тоже, можно сказать, повлияла очень сильно на меня, когда я малым был, потому что в CS у меня ассоциируется именно вот, она такая была более социальная игра для меня, потому что мы с ребятами ходили там в эти, ну, в кафешке, где, ну, короче, LAN-кафе, я не знаю, как они по-русски называются, если это правильно, и сидели там ночами, помню. У нас стоило это 7 долларов, всю ночь, на 12 часов берешь, и всю ночь сидишь и в CS играешь, это было очень круто, по-моему. Затроты. И я был такой единственный, помню вообще, из всех нас там было, человек 6, по-моему, да, я был единственный чувак, который играл в Unreal Tournament, и я был таким вот, который говорил, что Unreal Tournament это вообще самая лучшая игра во всем мире. Мы все издевались, говорили, да ты лох, CS это самая лучшая вещь. Ну, и в итоге, типа, сейчас посмотрим, да, CS, где CS, где Unreal Tournament находится, хотя новый Unreal какой-то выходил, по-моему, да, недавно, я его даже попробовал, поиграл, но он, вот, вот он уже, я не знаю, он какой-то, уже не то, что-то не то там. Уже не то, но он как Quake Champions его сделали, потому что они хотели, вот они, как сказать, разработчики поняли, что их база игроков, большинство, ну, стариков, которые любят там Unreal, и они хотели ее удержать, и создали этот новый Unreal наподобие старого, потому что там вся механика, ну, физика и так далее, движение и все оружие, все было сделано именно наподобие старого Unreal. То есть она вообще, игрушка была дико классная, и движок был очень мощный, то есть этим движком до сих пор делают игры. Ну, ты знаешь, сейчас там, этот, Unreal Engine и Unity, по-моему, вообще самые топовые считаются. Но, к сожалению, они эту игру закрыли, и официально ее, кстати, вот, месяца три-четыре назад, назад ее, ну, сказали, что все. Просто полностью отменили, и больше никак Unreal не будет. И перешли на свой долбанный Fortnite, который, из-за чего я очень сильно ненавижу. Вообще, у тебя, ну, ты делал для Unreal много карт, у тебя есть какие-то карты, которые там где-то в турнирах, допустим, участвовали, или вот какая-то движуха вокруг твоих карт была, вот как бы ты фраги, допустим? Была, да. Я помню, они пользовались сайтом, он назывался Clan, он, по-моему, сейчас существует, называется Clanbase.com, что ли. И там проходят кубки. И именно там проходили все кубки, вот этого, так называемого, Bunny, Bunny. Ну, давай назовем его Defrag, потому что Bunny Trax такое вообще левое какое-то слово, я не люблю. Ну, давай, все, везде Defrag, у нас все нормально. Легче Defrag. Defrag, вообще, по-моему, кстати, самое лучшее. Вот в этой, в КС, этот Behop, тоже какой-то идиотский. Defrag самое лучшее. Ну, слава богу, в Diabotical они назвали это Defrag, а не каким-то там спидраном. Да, это, конечно, хорошо. Так вот, да, проводили кубки, и много My Heart туда включали, они были очень популярными в то время. Народ играл, забавлялся, все было очень прикольно. Вот, значит, тут у нас находится еще одна комната. Тут у нас целый раз, несколько вариантов, да, куда сразу можно пойти. Типа, вон, туда, налево куда-то в трубы, куда-то вот туда в окно. И что-то наверху, да. Да, что-то сразу такое, везде все есть. Я, кстати, вот, не знаю, по-моему, когда люди, ну, ящики вообще-то вот в Defrag, такое очень, как сказать, я не знаю, по-русски слово, есть такое, ну, клишей название? Да, да. Это элемент, который используется, можно сказать, в любой карте. Ну, я против этого ничего не имею, потому что коробки в Defrag это, по-моему, вообще святое дело. То есть они очень всегда нужны, и это такой индикатор, что куда-то надо залезть. Да, да. И когда люди видят коробки в Defrag, они сразу по ним начинают карабкаться. Это очень смешно, но логично. Это как триггер у кошек в коробку залезть, да, в какую-то. Да, да, да. Вот, значит, за трубами мы видим такой же элемент, как в начальной комнате, с такой же самой вот, как кнопкой, можно сказать, назовем ее так. От нее идешь шнур, и этот шнур уже не обрезан. И он куда-то там уходит. То есть в этой кнопке есть смысл. И когда ты ее нажимаешь, ты опять же не понимаешь, что происходит. Но к этому я потом, кстати, вернусь. Эту кнопку запомните ей очень хорошо, потому что она свяжется с кое-чем в конце. Вот. Значит так. Сюда мы залезаем наверх, и у нас здесь еще один патрон нам. В итоге у нас теперь шесть патронов. И выбраться из этой комнаты нам никак. То есть единственное, что у нас остается, это идти вот туда. Куда я не буду вас мучить, просто залечу. Вот, кстати, такие вот комнаты, где ты прыгаешь на каких-то падах, и они уезжают или под лаву, или под вот этот вот слайм, так называемый. Это 80% карт в Unreal Tournament так делались. Да. Потому что там нет никакой стрейф физики, там тупо ты прыгаешь по вот таким штучкам. Но это, для меня это было очень весело. Какие мои годы были. Так, здесь подставляем арку снова. Да, значит, шесть патронов, и мы бежим. Бежим вот сюда вот. Тут у нас такая комнатка одна непонятная. Я не знаю, как мне вот про эту комнату рассказать. То есть просто тупо показать, что делать, или показать так, как я показывал в других комнатах, куда новички пойдут. Ну да, то есть как весь процесс тогда лучше будет. Чтобы прям такой финал, гениально, чтобы все раскрылось. Ну хорошо, хорошо. Значит, запомните вот опять же вот эту комнату, куда ты попадаешь. И начинаешь, короче, или влево, или вправо идти. Опять же, это зависит от того человека, какой ты есть. То есть, по-моему, большинство побежали налево. Я всегда бегу направо почему-то. Но это не важно, потому что все выходят вот сюда вот. То есть это у нас начало большого лабиринта. Здесь стоит доска, по которой можно выстрелить. И она тебе даст подсказку. То есть прохождение всего лабиринта. И где находятся телепорты, которые тебя возвращают на начало лабиринта. То есть я не хочу по нему стрелять, потому что у меня определенное количество патронов, которые, типа, мне просто нельзя тренировать. Но если хотите, можете сами, типа, по нему пулять. Вот. А лабиринт я проходить не буду, потому что это займёт очень долгое время. Или ты хочешь, чтобы я прошёл? Не-не, ну можно чисто на пару надписей там акцентировать, хотя бы внимание, то, что вот Пуни нам здесь оставил послание, что ты тратишь своё время, там какие-то ещё такие. И ты просто ходишь по лабиринту, типа, сдайся. И тебе Пуни как бы говорит, что зря ты, чувак, это затеял вообще. Иди лучше там сити рокет погоняй, братан. Не надо, не надо. Куда ты пошёл? Где-то здесь ещё... Что-то ещё было. Ты сейчас я вспомню, где она находилась, там, где было, типа, а, вот они, от конца. Там нет, типа, выхода, да, не от конца. И ты такой бегаешь. Лево-право, лево-лево. Это, кстати, подсказка, да, какая-то? Нет? Или ты просто... Это я сделал так. То есть я вначале создал лабиринт, а потом делал эти все текстурки. И начал искать в лабиринте, где есть место, где можно пойти налево-направо, налево-налево, а потом просто, типа, там сделать, как бы, тупик. Ну, в лабиринте этого уже не было, а текстурка была сделана. Так что я просто сюда поставил, типа, лево-право-лево-лево. Я не знаю, если вот это лево считается. Люди, которые, короче, сюда побегут, здесь будет написано, типа, «Ха-ха, я наврал». Там нет конца. И там, кстати, подсвечена... Это была стена подсвечена была на... Это, судя по всему, телепорт там, да? На старт. За стеной. Сейчас я найду один, да, и покажу, кстати. По-моему, легче ноу-клипам. Найти один и все. Четы пошли. Четы-четы. А покажи сверху, кстати, как этот лабиринт сверху вообще выглядит. И... А ты... Вот этот лабиринт, ты его как-то просто в радианте такой, типа, сюда кину стену, сюда, там, типа, вот так, вот так. Или ты чем-то вдохновлялся по этому лабиринту, его откуда-то взял, может, рисовал, там, Супер Марио. Или что-то. Ну, с какой-то игры, может, взял. Или сам... Не-не, все оказалось очень-очень просто. Я зашел на такой веб-сайт, не знаю, если ты слышал, он называется Google Pornhub. После Pornhub я пошел на Google. После Pornhub, помыв руки, я пошел на Google и написал лабиринт, и мне выдался. По-моему, это вообще самая первая картинка на Google. Я не хотел просто очень много времени уделять этому, так как мне надо было вообще всю карту заканчивать. Ну, он такой, ну, классный получился, потому что я тоже как-то выбрал так, чтобы он в Quake мог работать. То есть, сейчас объясню, лабиринт, который в Quake бы не работал, это маленький какой-нибудь лабиринт с длинными... Коридорами? Ну, коридорами, да. Потому что при стрейфе эти коридоры ты очень быстренько все можешь пробежать, выбрать там, типа, бежать только налево или там только направо, и весь лабиринт пройти там за... Ну, очень маленькое количество... А я выбрал такой, где очень тупо много поворотов и так далее. Ну, в общем. Угу. Вот ты подходишь к концу лабиринта и видишь знакомый элемент. И понимаешь, что тебе сейчас дадут еще патронов. Ну, ты до сих пор, как бы, ничего не понимаешь. Так, куда-то нас выкинуло. Да, тебя выплевывает в какую-то вообще непонятную комнату. Теперь у тебя 11 патронов. Лабиринт тебе дает и 5 патронов. Да щедрая награда. Я в два пуни. 5 патронов на машинках. Радет вас. Стоит его выучить, ребят. 11 патронов дается для того, чтобы открыть... один из них. То есть, один патрон ты бьешь сюда вот. Открывается стенка, куда ты выходишь обратно к началу вот этой вот комнатки, в которую ты залетел. Остальные 10. У тебя вот здесь вот панелька и их там находится 10 штук. И каждая обложена ноу-плеер-клипом, чтобы специально ты перчаткой не мог их открыть. Так, 10 дверей. И нет у нас патронов. Все, да. Это были все наши патроны. И мы вот упали в такую сюда комнатушку небольшую. У тебя есть кнопка. И у тебя есть небольшой такой ледж, называемый, на вот этом вот столбике, в который типа можно прыгнуть и сидеть, и ничего не происходит. Кстати, обратно прыгнуть очень тяжело. Ну, для меня, по крайней мере. И вниз, если ты упадешь, там килл триггер тебя сразу убьет. Как это называется, мой любимый элемент любой карты, это килл триггер. Вот эта кнопка у нас открывает вот этот вот заборчик. Вот эту вот решетку, можно сказать. Открывает первую решетку с небольшим дилеем, чтобы игрок мог вот здесь посидеть хоть там полсекунды. А попадает он сюда, сидя на вот этой вот кусочке вот этой платформы, которую, если вы еще не догадались, активизирует второй игрок сверху, просто тупо прыгая на нее. Вот. И ты сидя здесь вот, поехал, 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 и тебе надо вот сюда спрыгнуть. Если ты не спрыгиваешь, ты ударяешься об стенку, и стенка тебя скидывает. А второй заборчик у нас, твой решетка, открывается вторым игроком, который бежит по верхней дорожке, вот пока эта фигня двигается, пока она едет. То есть игрок снизу прыгает вот в ту решетку, а игрок, который бежит по верху, стреляет вот сюда вот, в эту мишень, потому что у него, ну, у него три патрона, когда он сюда приходит, или больше, если он там хочет их пособирать где-то. Стреляет по вот этой мишени, которая открывает вторую решетку. И игрок, который попадает сюда, бежит вот сюда, прыгает вот сюда, и видит вот такого фигни. Знакомый элемент, снова. Знакомый элемент, да, и думает, блин, меня обманули, сейчас мне еще патронов дадут, и выплюнут еще куда. И, оказывается, в самом начале карты у него желтый арм на 100 и две ракеты. И у него теперь есть доступ ко всей карте с двумя ракетами. Великая тайна просто раскрыта. Просто изи. Ну, и пройти, так оказалось, что пройти с этими ракетами заново карты нельзя, потому что тайм-ресета, как такого, нет. Но Пуни потом поделился, что он хотел сделать дилей на тайм-ресет, там, около минуты, чтобы... Ты как бы... Люди обычно проверяют, туда-сюда бегают. Ага, терра нет, все, значит, терра нет. И никто позже не проверяет. А тут человек бы с ракетой зашел, и у него бы тайм обнулился, это было бы просто... Да, да. Вот, к сожалению, вот всем, кто отгадал, кстати, вот, не знаю, может назвать имена, кстати, вот, кредит дать очень большой людям. Кто там у нас постарался? Эффект, Форестахи, какой-то новый парень, извини, просто имя забыл, называется с буквы С, К, там, что-то 0. А четвертого человека я просто не помню. Ну, они, короче, вчетвером. Я помню, мне Форестахи написал, сказал, что они вообще 6 часов просидели на этой карте, открывая ее в Радианте, пытаясь вообще понять, в чем суть секрета. И я считаю, что вот это просто абсолютно настолько круто. И я обожаю делать такие карты, где ты не просто делаешь карту, а у тебя еще параллельно, ну, обычной карте идет какая-то там или история, или какие-то секреты, которые люди могут бегать и разгадывать. Потому что это добавляет вообще какой-то новый элемент геймплея для игры, для игры как Defrag. Да, ну, это очень круто. Очень мало таких, на самом деле, мапперов. По крайней мере, сейчас, может быть, они, конечно, и были. Ну, они, скорее всего, были такие же, кто любил секретки всякие, пасхалочки оставлять. Но вот из, так сказать, новой школы Пуни один из, вообще из всех, мне кажется, на данный момент, кто делает вот такие вообще же карты масштабные, делают просто офигенный брашворк, офигенную, офигенную текстуру, эти все их карты, вообще просто, просто amazing. Amazing. Спасибо. Будем продолжать в таком же духе. Была ли критика какая-то прям жесткая в свою сторону по поводу карт? Понятно, что она, скорее всего, вероятно была, когда ты начинал. Но вот то, что мы видим сейчас, я думаю, что этой критики минимум, исходя из твоих карт, ну, кроме первой, которая называется PUNFLOW, мы на нее тоже, наверное, сегодня попадем. Вот. Была ли какая-то критика, с которой ты плохо справлялся, не знаю, как ты вообще критику переносишь? Вот. Хороший, очень, кстати, вопрос, потому что, поэтому у меня есть очень интересная история. И если бы мне было сейчас лет 16-14, я бы никогда бы этого не признал. Но вот у нас, в нашем Defrag Community, потому что я был, как сказать, один из самых вот начинаемых мапперов, одним, можно сказать, из первых людей, который начал карты делать, у меня ко всем другим мапперам такое, ну, опять же, смотри, я тогда еще совсем малым был, у меня было такое отношение ко всем людям, что, типа, все говно, я самый лучший. И люди, которые там свои карты выставляли на серваки, я к ним относился, типа, ну, они там вообще нубы, ну, опять же, нубы, я там самый лучший. Я очень сильно критиковал все их карты. у нас ввелся такой активный форум, где я был модератором, я считаю, что это вообще была номер один ошибка, делать меня модератором, но я выставлял скриншоты карт всех маленьких таких ошибок, типа, там, о, здесь текстура кривая, о, там, это надо полностью, вот, вот людей, просто, можно сказать, унижал, понимаешь, и людей это очень сильно бесило, и я это видел, и я, как бы, на этом, ну, играл, знаешь, типа, делал себя, там, таким мачо, а потом один день все мои карты народ взял и то же самое с ними сделал. Эффект бумеранга сработал. А, да, да, абсолютно. И вместо того, чтобы признавать, что, типа, о, я там такой, как я плохо поступил с людьми, ко мне это все вернулось, вместо того, чтобы вот так себя повести по-человечески, меня это все очень обидело, и я вообще ушел оттуда. Интересно, интересно. Вот так вот, то есть на критику я очень плохо среагировал, но вывод, из этого все очень хорошее, потому что, опять же, смотри, как говорится, на ошибках учишься, и критике я очень-очень абсолютно спокойно отношусь. Мне кажется, критика, любая критика, ну, помогает вообще улучшить качество своих карт, и вот я скажу, все, что, все советы, которые мне люди дают, я, ну, обдумываю их и ввожу это в свою карту, потому что, в конце концов, я понимаю, ты же делаешь карту, ну, как бы ты ее, да, для себя делаешь, с одной стороны, а с другой стороны, ты ее же делаешь, в нее будут играть все другие люди, и, чтобы сделать хорошую карту, ты должен людей послушать. Если тебе кто-то говорит, там, твоя карта полное говно, то есть, сам делай из этого вывода, такой хочешь, то есть, если ты считаешь, что твои карты говно, значит, они не будут говном, а если ты считаешь, что твои карты, ну, не говно, значит, они не говно. А как ты, вот эту вот критику, когда ты, как бы, получается, на всех такой обиделся, ушел из этого комьюнити, и как ты потом, что ты потом, твои действия дальше, кибель, ты куда-то, куда ты дальше пошел? Типа, ты в Unreal после этого, я так понимаю, больше не мапил? Или... Я, да, я как-то начал очень далеко от этого дела отходить. У меня-то, кстати, тогда, ну, по жизни тоже там стало все меняться как-то. Ну, все, если честно, очень хорошо сложилось, потому что в том возрасте так вот активно перед компом сидеть как-то, ну, желательно не хотелось бы, и как-то все так сложилось, что у меня времени просто больше не было, и вот как раз я уже тогда начал увлекаться этим TDM и CTF, и сделал пару карт, и все, как бы, можно сказать, покинул Unreal, потому что Unreal действительно стал умирать. У нас вот комьюнити, в котором, тем более, мы тогда еще мир пользовались. У нас на одном серваке был канал, ну, то есть комната, где мы сидели, там, собирали игры туда-сюда. Ну, не собирали игры, я имею в виду, ну, организовывали игры, потом шли на сервак, начались. И один день этот канал закрылся, и я понял, что все пропало, все пропали, уже никого больше не знаю, и как ты ушел. Так, и дальше куда ты пошел? Ты как, ты наткнулся на Quake, я так понимаю, дальше. На Quake, потом прошло, короче, очень много лет, и я построил себе там новый комп, когда уже закончил школу, туда-сюда, и заинсталировал Steam, и я помню, где-то, да, слушай, год я не помню, какой был конкретно, ну, короче, тогда Quake Live находился в веб-браузере, я помню, там еще везде в интернете рекламировали его очень активно, говорили, что вот, Quake бесплатный, заходи, делай аккаунт на каком-то веб-сайте и играй в Quake. Я подумал, ведь это гениальная идея. То есть, в то время у меня еще как-то так в Unreal очень хотелось играть, но я понимал, что уже, ну, нет смысла, потому что, ну, игра действительно просто начала вымирать. И как я услышал, что разработчики Quake вот так вот решили возродить свою старую игру, я пошел в нее и начал играть. Это, кстати, была очень-очень офигенная игрушка. Потом, сколько-то лет спустя, или, по-моему, в этот же год, ее на Steam засунули. Я не знаю, ты помнишь это все, да? Да, да, да. Я тоже как раз в этот момент в основном как-то с Quake начал сближаться, когда вот он был браузерным. Да, когда он перешел на Steam, я еще в него играл, 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 и потом там тоже активно в какой-то клан столкнулся, в каком-то клане играл. Они в основном играли в клан, клан-арена. Было прикольно. И познакомился вот с этим вот чуваком, Венсер, которого зовут, с которым я последнюю карту свою сделал. Познакомился с ним, потому что, мы в одном клане были. И... он мне посоветовал инсталлировать Overwatch. Это было примерно когда он там вышел в мае 2016 или 15 я уже не помню сколько лет прошло. Я пошел очень активно стал в Overwatch играть. И также параллельно в Rainbow Six И вообще, можно сказать, от этого клейка я отошел, потому что ничего в нем, честно, нового не было. Какое-то все вот такое, ну, один день, одно и то же в этом клейке было. И что-то стало надоедать. Новые игры были получше, покруче. Вот, а потом я как-то постоянно стал возвращаться в этот клейк, потому что мне очень нравилась физика. Я к ней очень сильно привык, потому что я потратил очень-очень много времени, пытаясь понять, как вот, как стрейф вообще работает. Потому что в Unreal Tournament и, кстати, ты вообще когда-нибудь в него играл? Да, да, конечно. Но я играл, по-моему, в какой-то, наверное, 2004, где там, ну, самый такой, более, более самый известный, по-моему. А, там где тачки и так далее, да, да. Наверное, да, да. Ну, даже с ним вот можно сравнить. Люди, которые в Unreal играют, там нету никакой стрейф физики. Там есть, там есть другая фишка, называется, где-то типа два раза бьешь по, ну, вправо или влево, или вперед, или вназад, и твой игрок, вместо того, чтобы просто двигаться, он как прыгает влево, типа. Как клатч, типа, в QChemions, такой. Да, да, да. И это механика, то есть, вот эта фишка использовалась, чтобы, если ты прыгаешь влево на какой-нибудь на рампу обычную, она тебя подбрала. И это использовалось, чтобы там прыгать на разные возвышенные там места и так далее. на этом был построен буквально весь Unreal. А стрейфа не было. И когда, вот я помню, первый раз только вообще начал играть в Quake Life, мне это так заинтересовало, потому что там была такая карта, типа тренинг-карта, ты, наверное, знаешь, тоже очень хорошо. У тебя, типа, три комнаты, ты идешь влево, там обычные такие, обычные прыжки, потом средние, там были, ну, прыжки побольше, где надо учиться, как Circle Jump делать туда-сюда, а самая правая комната, там были стрейф-пады. Я вот эту комнату очень много лет не мог пройти, потому что стрейф для меня это было вообще это мистери, я просто не понимал, у него в голове не складывалось, как вот так вот можно разогнаться до такой скорости. Я, кстати, до сих пор иногда смотрю вот на их хороших игроков, включая вот тебя, как вы играете все, и до сих пор не понимаю, как это вообще важно. Ну, зато ты вон, понимаешь, в маппинге отлично. Зато я в маппинге, понимаю, это точно. Так вот, долго-долго я мучился с этим стрейфом, и до такой степени, что играя в Overwatch и в Rainbow Six Siege, мне до сих пор иногда хотелось возвращаться в Quake или с этой физикой играться, потому что она очень интересная была. И тогда, я помню, начал выходить Quake Race, это начали портовать дифрагарты в Quake Live. Да. Я очень активно стал в это дело играть. Ой, грешок, грешок на тебе. Грешок, ну, абсолютный. вот я скажу тем, кто его разрабатывал оригинально, чья это вообще идея была, кто это делал, все протонул в Quake Live. Без обид, конечно, вот, человеку, который это все сделал, но то, что, знаешь, когда ты удерживаешь пробел, и игрок постоянно прыгает, типа, автоджер, вот за это, я просто, я этого человека очень не люблю. Объясню, почему. Потому что я провел очень много лет в Quake Live, это единственный путь, которым я научился стрейфить. И когда я перешел в DeFrag, мне пришлось переучиваться, переучивать все абсолютно по-новому. Это представь, когда ты всю жизнь учишься ездить на велосипеде, и вдруг в один день тебе говорят, теперь надо задом наперед ездить, тебе надо все по-новому переучивать. И меня это так взбесило. И удивительно, что я как бы до сих пор в DeFrag играю. То есть, мое первое мнение о DeFragе это было, как это вообще возможно, что это за говно, и почему здесь нельзя автоджампом пользоваться. Казувальщик пришел у нас тут. Пришел, да, пальцы веером, он ты начал кидать. Да, да, да. А как ты вообще на DeFrag наткнулся? Как ты его нашел? Где ты его заметил? Тоже очень хороший вопрос. Я играл в Quake Live, и зашел один вечер на какой-то непонятный там вообще русский сервер. У меня там пинг был вообще чуть ли не 400. Зашел просто посидеть, посмотреть, что ребята делают, пообщаться может с кем-то на родном языке. И попался какой-то тип. Не помнишь, Ник? Я Ник просто не помню. Я сидел вот, кстати, сегодня все утро, потому что я хотел тебе именно про него рассказать, и пытался его никнейм вспомнить, так и не мог. И я уверен, это вот какой-то человек, который до сих пор, наверное, в DeFrag играет. Ну, хотя, может, он меня бы вспомнил о их. Может, я бы его вспомнил. Я не знаю. У тебя такой и был ник Пуни, да? Куда ты пришел? Да, у меня такой же ник и был. Я вот иногда очень надеюсь, что если этот человек до сих пор играет в DeFrag, он в моей карте бы увидел, сказал, о, Пуни здесь, и там что-нибудь написал, хотя пока ничего не слышно. Так вот, и этот чувак мне начал рассказывать, там, типа, о, ты там в рейс играешь, туда-сюда, а ты знаешь, что такое DeFrag, я такое не, он говорит, DeFrag это типа, ну, начало вот всего вот этого, там, рейса, там, по-моему, еще уже рефлекс, тогда там начинали делать и так далее. Он говорит, вот DeFrag, это, как сказать, это Core, это вот ядро, вот это самое вообще топовое, там все профессионалы, все старики, квейковские сидели. И мне так это интересно стало, потому что как-то, мне всегда интересно знать, с чего все вот началось, где типа начало, потому что, чтобы знать, вот, чтобы знать, что такое Quake Race, ну, принципиально, ты должен знать, что такое DeFrag. Ну, не должен, ну, я такой человек, мне это очень интересно. и у меня к Quake вообще всегда такое было очень уважение сильное, хотя я вот фанател Unreal Tournament, но Quake уважал очень-очень сильно, потому что я знал, что в Quake сидят такие очень, ну, строгие люди, можно сказать, профессионалы и такие вот фанаты, которые, знаешь, там все квейковские татуировки набивают и до конца своей жизни они будут эту игру очень любить. И зная, что такие люди есть в этой игре, у меня к самой игре появлялся очень большой респект. И этот чувак, которого я встретил, он мне помог DeFrag проинсталлировать, что было очень легко, кстати, для человека, который вообще в этом деле не соображает. И, знаешь, такая штука называется Химачи Хамачи. Да, да, да. И вот он мне поставил Хамачи, и мы типа по Лану вместе зашли, и он мне начал учить, а, он мне показал, что такое Трик Хаус. И в Трик Хаусе он мне начал показывать, как эта физика работает. Обе, ЦПМ и ВК-3, начал учить, как плазмой пользоваться, ракетами и так далее. То есть до сих пор, я не знаю, если может этот чувак это видео увидит, ну, короче, ты вообще самый лучший, спасибо тебе огромное. Ну, точно Ник, хотя бы букву Ника какую-то, я не знаю, может я его хотя бы знаю, где-то его найду. Блин, я вот, я никнейм, я вообще ничего не помню. А год, а год какой был? Ну, это было года 3-4 назад. Значит, где-то 15-й, блин, вспоминай, давай, вспоминай, когда вам обязательно расскажешь, мы его найдем, обязательно. Я открою Steam, покопаюсь, может он у меня где-то в друзьях сидит, хотя, хотя нет, слушай, должен где-то на Steam'е быть, по-моему. Ну, в общем, короче, вам не показалось, что такое DeFrag, и я понял, что DeFrag, это, ну, очень-очень серьезная вещь, то есть, это, я увидев, это, да, это никакой, не Quake, у меня моментально мнение о Quake Race изменилось, и я посмотрел на вот этот вот HUD, на Seagaz, на Snap, и сказал, да, здесь действительно надо будет посидеть и поучиться, потому что это очень сложная штука, и мне вот, вот именно такие вещи нравятся, потому что, как только ты начинаешь как-то в этом деле шарить, у тебя открываются там новые пути, там, ну, скажем, вот когда ты научишься стрейфить, ты можешь проходить, там карты намного посложнее, ну, к сожалению, вот в то время, я, видно, так, не особо к этому отнесся, потому что, я это делал, все закрыл, и не стал играть в Defrag, потому что мне, я, к тому времени, я уже начал осваивать, как в Quake Race бегать, как стрейфить, и так далее, в этот, опять же, Overwatch играл очень активно, то есть, время у меня просто не было, и мне просто было неинтересно, вот, а сам Defrag, вот так вот, как активно, когда я в него начал играть, если честно, я даже не помню, я сейчас пытаюсь вспомнить, именно когда, и по какой причине, я вообще его опять инсталировал, выходит такой пуни из Overwatch'а, смотрит иконка Quake 3, а дальше, как в тумане, и опа, я уже сделал тут карту, вот, в Quake, все так произошло вдруг, тогда покурил, покурил канадской, канадской конопли, и вдруг уже карты две готовы, и куда время прошло, но я помню, короче, либо мне надоели, вообще все игры, в которые я играл, или у меня опять, вот, какая-то ностальгия странная, пошла по старым играм, что-то вот, что-то, короче, это активировало, я помню, и я очень легко нашел Defrag, опять же, я их не договорю, с большим удивлением, потому что, Defrag не очень такая легкая вещь найти, но вот, благодаря вам, скорее всего, всем, тебе тоже, вот, вы его делаете очень публичным, и заходя, заходя на Google, ты пишешь там Defrag, и тебе выдается достаточное количество ссылок, по которым ты, как человек, в котором, который в этом деле вообще не разбирается, находишь ссылку, где это все закачать, как это все сделать, и, по-моему, я вышел, кстати, вот в то время на Discord, и в Discord, там этот инфоканал, я по нему прошел, там все закачал, даже вопросов не было, теперь, возвращаясь к той вот кнопке, потому что здесь, как сказать, два, два секрета основных, вот, первый, это самый такой крутой, который я там уже показал, второй у нас секрет, у нас такой очень простенький, ты заходишь вот в эту же комнату, где там начинается у нас лабиринт, и по вот этой вот панельке, правой, вот это поворот! Так, извиняюсь, по вот этой вот, мы это не вырежем, по вот этой вот панельке, да, по ней выстреливаешь, заходишь сюда, блин, один патрон остался, знаешь что, я быстренько, я гибвол, сделаю, здесь уже патроны не важны, по-моему, так, у нас здесь два патрона, в общем, имеем ввиду, что у нас два патрона здесь. Два, ну, здесь, понимаешь, здесь без разницы, сюда человек может пройти, опять же, весь вот этот вот лабиринт, получить еще патроны, или там их где-то пособирать, то есть, без разницы сколько, главное, вот он попадает сюда, и, сейчас, скорее всего, тебе придется здесь повырезать все, потому что это займет какое-то время. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА окей, опять же, я не хочу быть таким человеком, но я честно скажу, что с пингом под 150, прыгать с платформы, которая движет, тяжело, ну, возможно, потому что я, кстати, вижу, как на русских телеверах, чуваки там с Америки, с Канады, ставят такие реки, причем еще с ракетами. Ну да, есть извращенцы определенные. Вот, кстати, здесь хорошо можно показать. Вот, я по этой кнопке бью, и у нас вот там открывается дверь в конце, и там лежит батл. То есть, опять же, ты по этой дорожке бежишь, пока платформа вот эта едет, ты по кнопке стреляешь, и сюда прыгаешь, на эту платформу, которая, типа, тебя довозит сюда вот до конца, где ты подбираешь батлсюд, который я, кстати, могу ли я его вообще подобрать? Да, отлично. Взял батлсюд, и у тебя есть 30 секунд, чтобы добежать до финиша, и прыгнуть туда, в слайм. Кстати, не буду рассказывать, вот, вот специально сделал так, не буду рассказывать, что это за кнопка. Так, а что там написано? кому интересно, написано Curiosity Kill the Cat, типа, как я это переводил? Сейчас слово вспомню. Любопытство убило кота, вот. А, еще слева там написано, что теперь, да, я так понимаю? Слева написано, что теперь, и я объясню, почему. То есть, и опять же, секунду, кнопки вот этой вернусь. А тем, кому интересно, зайдите, нажмите. Не буду объяснять, что на... Вот, не буду, и все. Вот и надо. В общем, ты, подобрав батлсют, забираешься сюда, бежишь, и появляешься вот здесь, это почти уже конец карты, вот там финиш даже в конце виден. У тебя есть буквально 30 секунд, с батлсютом добежать туда, и прыгнуть в... А сообщение на стене, где написано, типа, что сейчас сделать? Это рассчитано для людей, которые вот здесь вот бегут, и видят здесь отверстие в стенке, и думаю, так интересно, Да, я его так и заметил в первый раз, кстати. Ты сюда забегаешь, и вообще не понимаешь, что это за комната, потому что, ну, визуально согласись, люди, которые играют в карты, у них нету вот такого структурного, как сказать, они не видят эту карту, так как человек, который ее в радианте, типа, создал. То есть там, ну, не совсем можно понять, что за этой дверью находится. Они типа забегают, и здесь написано, и чё? Они такие, да ничего, бьют по кнопке, и вот чё. Представим, что у меня батлсюд, вот я с ним бегу, туда-сюда. Так, плывем, плывем, плывем. И попадаем вот в ту самую башню, про которую, про которую шли все сообщения на карте, которые говорили, типа, человека в башне надо убить. Теперь ты понимаешь, что ты и есть человек в башне. Теперь тебя люди должны убить. Вот такой твист, можно сказать. Вот это поворот тут. Вот это поворот. Вот теперь, опять же, про вот ту кнопку, которая находилась за трубами. Смысл той кнопки и такой же, которая находится в начале, но типа с обрезанным проводом. Эта кнопка убивает человека в башне. То есть, при нажатии её, ты здесь погибнешь, если ты находишься в башне. И зачем нам нужна башня? Зачем же нам надо сюда стремиться? Что тут делать? Смысл этой башни, да. Кстати, идея, идея, вот я честно её полностью отдам тебе, потому что давно мы с Вуди говорили там на тему разных интересных новых идей для дифраг-карт, и была такая идея создать карту, где или один человек залезает в какую-нибудь там смотровую башню и нажимает разные кнопки, чтобы мучить там других игроков, отвлекать их. Или наоборот, как бы все залезают в башню и мучают типа одного игрока. Ну, по-моему, это не совсем логично, потому что все как бы хотят поиграть. Так что я как-то попытался вот поэкспериментировать, скажем, с этой идеей и сделал вот здесь вот такие три кнопки. Четвёртую я, кстати, я просто на неё забил, потому что я уже не хотел совсем, потому что это начало карты, ну, представь, там ещё что-то добавить. Я уже сказал, нет, значит так, вот эта вот первая кнопка у нас, она выдвигает вот ту вот стеночку, которую, не знаю, если её видно будет на видео. Над сликом, да, видно будет, я думаю. Над сликом, да, то есть ты вот здесь вот сидишь, видишь, там бежит какой-то чел, как только он залетает на верхнюю дорожку, ты так вот по кнопке раз, и вот там вот выехала наша стеночка. И чувак фейлит просто плюс 200. И чувак фейлит. Я, понимаешь, мне это было так смешно, у меня аж слёзы шли из глаз. Я, когда эту карту выпустил, сидел, наверное, кстати, человек 20. Ещё об этом секрете никто не знал. Я сюда без палева залез, и был такой чувак, ну, он сейчас тоже играет под ником стрикс. Он вообще грандил, я там, наверное, часа два. Сидел там, потел, потел, потел. А это анг, по-моему, вообще. Ну, стрейфер какой-то, по-моему. Может, не анг, но анг. Ну, может быть. Ну, он очень классно играет. И мне, понимаешь, от чего смешно было, потому что, представь, ты два с чем-то часа, или даже больше, сидишь на одной карте, грандишь один роут, и потом после двух часов на этом, на этой твоей дорожке ниоткуда выезжает какая-то, извините меня, ебаная стихия. Я как, она когда выехала, я вижу, он вот там вот на горизонте встал такой, просто стоит и смотрит. Просто чувак замер от шока. Он вообще не понял, что произошло. Он писал что-то в чат, нет? Типа, а что за говно тут? Он в чате не писал, но он из игры просто ушел. Он просто вышел из игры сразу. Сказал, да ну нафиг. Ну, на самом деле, блин, вот я когда играл ее, я хотел тоже отправить демку, но я не добил, к сожалению, свой плюс, поэтому я, ну забил, ну времени не хватило. И здесь постоянно сидел Илюха в этой башне и мешал он. Я приходил на сервер поставить рек, причем у меня были и плюсы, и все как бы. И он заходил постоянно в эту башню, чтобы мне мешать. Я его кикал, постоянно пытался кикнуть, а эта кнопка, которая должна убивать человека в башне, она почему-то иногда, видимо, ну, не убивает до конца, видимо, какой-то хп снимает и все. И, блин, в общем, идея, и так получилось иронично, что идею, типа, я дал, и сам на эту идею уже бомбил, потому что, ааа, дай мне на тебя рек поставить. Точно, точно. Забавная такая схема. Так, это у нас первая кнопка была. Далее. Да. Вторая кнопка у нас постреливает кучу ракет вот оттуда, в таком рандомном распределении по вот этому моменту. Опять же, я ее вначале сделал для того, чтобы, ну, можно было патролить там какого-то игрока и убить его. Но потом, после выпуска карты, к сожалению, я понял, что ракетами ты можешь или самого себя убить, или только самому себе буст дать какой-то. А ракеты твои, которые от тебя, то есть, потому что я нажал кнопку на других игроков, к сожалению, никак не влияют эти фраги. Но тем не менее, я думаю, если человек прыгает там и на него летят ракеты, это как минимум странно. И как-то типа, он такой, ааа, это же самое происходит. Да, да, да. Вон опять полетели. Да, представь, да, ты бегаешь по какой-то карте и вдруг тебе в лицо летят там шесть ракет. Причем, забавнее даже, если ты бежишь вот по этой дорожке, как раз, где ты смотришь, а ракеты, когда ты нажимаешь, их не видно, по идее. с той стороны, когда ты бежишь как бы с внутренней, ну, стороны, где пад еще опускается, ну, к которому мы вернемся. А, да, 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 здесь. Ты тут бежишь и где-то слышишь ракеты пролетели, ты говоришь, что? Что? Это еще такое, прямо, это, мне кажется, моментами, если вот так пособирать реакции людей, можно прям калаш составлять. Да, слушай, это было классно. Ладно, вот не буду долго здесь сидеть в этой башне. И последняя кнопка у нас убирает вот этот вот пад. То есть, здесь очень можно хорошо помешать игроку, потому что ты видишь ну, с самого начала карты, ты видишь, как он бежит, нажимаешь кнопку и очень тупо его, ну, это так совсем, как сказать, я это попытался сделать с таким расчетом, опять же, как бы, мне жалко людей, кому это очень сильно все помешало дело, но я сделал это с расчетом так, чтобы все вот эти вот, так назовем, пакости их находились в самом начале карты, чтобы игроку там не совсем настроение испортить. И таймеры на каждой кнопке сидят от 40 до 60 секунд, то есть, там тоже такое рандомное время, то есть, ты принципиально можешь эту кнопку нажимать, ну, ракета там или вот этот пад будут двигаться только один раз там в минуту. Пару раз я когда стримивал дифраг, так просто побегать, поучиться, там с народом побазарить, а ко мне на стрим начали заходить личности из дифрага. И я понял, что люди, которые в дифраге сидят, они... То есть, мне было интересно, как вообще этот стрим нашли. Или кто-то заходит там на Twitch, заходит в категорию дифрага и смотрит, кто его стримит. Короче, ко мне, я помню, первый человек, который ко мне зашел, у него перед никнеймом было слово Unde. И я этот... Не-не-не, не шучу. Это было, по-моему, ээ... Это был Маскаль. Маскаль, первый, кто к тебе зашел. Маскаль, это был первый человек, который... Я, кстати, с Маскалем вообще ни разу не общался, как бы я его знаю как игрока. Ну, он был первый человек, который зашел ко мне на стрим и объяснил, как пользоваться Snaphood, объяснил, какими там кибайндами он пользуется, сказал, что некоторые люди вообще прыгают там правой мышкой. И вот, кстати, вот с того времени, как он мне про это сказал, я правой мышкой прыгаю. Ты такой начал стримить, ты начал такой вливаться потихонечку в Дефраг, в эту атмосферу нашу замечательную. Как тебе пришла идея сделать первую карту, вот именно на которой мы сейчас находимся? Ну, Скайбокс, кстати говоря, классный. И дизайн такой, типа, ну, не сказать, что прямо вау, да, как вот Стомп, к примеру, но уже видно, что какие-то задатки есть, что тебе было не все равно? Как ты, как ты вообще, ты у кого-то спросил в Дискорде, типа, я хочу карту сделать, где-то куда мне, да, или как, каким твой путь был, начиная с Дефрага? А мне в самом начале, вот, слегка вернусь, я когда стримил, вот, как ты сказал, как я начал вникать в это дело. Кстати, вот, для человека, который входит, ну, начинает входить в какой-то новый комьюнити, я вот честно скажу, и тоже, опять же, очень огромное спасибо вам всем, что очень-очень добрые люди. Такое чувство, вот, создается, что люди понимают, что игра такая, ну, устаревшая, скажем, комьюнити очень маленький, все друг друга знают, и очень-очень хорошо относятся к новым игрокам, потому что хотят, чтобы Дефраг был намного популярней, и мне это так очень все понравилось, потому что действительно все очень так активно помогали, и вот первый человек, который, потому что мне стало очень интересно, как вообще сделать карты, потому что игра-то я люблю, но мне вот, честно, 50 на 50, мне легче, ну, не легче, мне интереснее создавать карты, потому что, когда я их создаю, я сам себя обучаю много чему, и пытаешься чего-то вообще нового добавить в игру, потому что, мне кажется, вот как, как креативный человек, мне всегда что-то надо создавать, что-то новое. Дизайнерская жилка побеждает в этом случае, да, у тебя? Во. И первый человек, который мне с этим делом совсем стал помогать, вообще, офигенный, офигенный чувак, это Азар. Еее, да, Азар вообще хороший. Азар классный чувак, он мне вот показал, как, как все делать, и первой карты, чего я хотел добиться, если честно, я просто хотел показать, ну, то есть, посмотреть, как все делается, вот скажем, скайбокс, ну, опять, не я его делал, я его, кстати, взял просто с другой карты, но мне было интересно узнать, как делаются скайбоксы в Радианте, а вот для меня была вообще новость, что скайбокс дает свет, что в Квейке текстуры могут прописаться как шейдеры, и к этим шейдерам ты в них можешь прописать там, чтобы текстура давала свет, для меня это вообще было новое открытие, потому что в Unreal такого просто нету. Вот. Я хотел научиться, как делать скайбоксы, я хотел научиться, как делать телепорт, как делать старт и финиш триггеры, хотел научиться, как делать лаву обычную, самые такие вот базовые-базовые знания, которые мне бы помогли дальше создавать уже карты. Ну, нормальные карты. Я не хочу называть это ненормальной картой, но сам понял. А как ты догадался сюда шафт положить? Вот мне интересно. Это типа, ты пришел в дефраг. Я не уверен, что ты знал вообще, что с шафтом, ну вот этим лайтинганом можно отстреливаться. Тебе кто-то подсказал, типа, вот шафт туда сделаешь, будет круто. Ну, типа, или как ты вдруг решил сюда шафт кинуть? А, кстати, объясню именно почему. Я зашел на World Span, мне дали этот сайт, потому что там есть отдел, называется Level Design, где все очень-очень хорошо описано, как создавать карты для дефраг. И там одна из страничек, почему-то, объясняется, как использовать Lightning Gun, чтобы им делать буст. Я до сих пор не понимаю, почему она там стоит. Ну, не, как бы я понимаю, почему она там стоит, но почему там нет никаких там других страничек? Почему именно Lightning? Я думал, ну, возьму это за основу, потому что, как бы, не то, что я там переиграл очень большое количество дефраггард, но я как-то никогда не видел этого элемента в дефраггард. И подумал, почему бы не попробовать что-то с ним сделать. И мне, вот, честно, до сих пор кажется, что это, ну, как-то круто получилось, потому что, ну, это сложно, но, опять же, это очень интересно, это добавляет что-то очень новое в дефраг. Вот, если бы я сейчас сидел в эту карту и играл там пару часов, я считаю, что бы мне понравилось, ну, хотя бы, вот, первая комната мне бы очень понравилась. Ну, да, да. Не, на самом деле, шафта очень мало в дефраге, очень мало карт, где он прямо используется, поэтому, да, в любом случае, и ты так прямо ворвался сразу оригинальненько, такой, первая карта, сразу вам шафт, вот вам какие-то кнопки, телепорты, но, на самом деле, вот эти все идеи, они, ну, реально прикольные, так что, очень, очень даже круто ты все сделал. Сложновато, сложновато, у меня с таким пингом, но я сейчас попробую быстренько пройти. Не, ну, карта вообще огонь, вот на самом деле. Давай! Почти. Так, все, я полетел, ноу-клипом. ты помнишь эту карту, здесь тебя телепортер выкидывает на большой скорости, и ты должен вот об этот пад, оттолк, оттолк, и потом вот туда вот выстрелить. ну, классно, вот слушай, когда я выпустил, у меня такое, по-моему, так у любого человека это такое чувство, типа, о, там, наконец-то закончил карту, там, все, супер. такая эйфория небольшая, что можно расслабиться, я, наконец-то, потрудился на славу. Да, да. Пады, правда, перелетаются. Пады ужасные, не говори, пады просто вообще от... Но для моего скиллаут в то время вот эти пады вообще были просто, типа, я их еле-еле про... Так вот, когда я понял, что, типа, эта карта не популярна, и она никому не понравилась, мне это абсолютно не обидело, потому что первая карта, я хотел поэкспериментировать, посмотреть, что народу вообще хочется, что им надо. И понял, и начал вот уже думать про следующую карту. Причем я ее, кстати, начал делать в тот же день, как я эту карту выпустил. Я начал делать стом. Ты начал делать... Ну, это офигеть, это просто... Ну, это нереально. Как-то... Ну, ты тогда уже все равно умел рисовать, да? Вот этим... Мог сам себе какие-то текстурки подрисовать, интегрировать их потом в карты, что и на стопе произошло, да? По дизайну, да. По дизайну я шарил, потому что я уже закончил... Школу я закончил, по дизайну, сейчас скажу, в 2006. Угу. И, ну, как бы, да, с дизайном все нормально. Вот эти вот текстурки передел. Все, что относится к, там, к фотошопу, к индизайну и иллюстрации, мне это тоже очень интересно. Очень легко, можно сказать. Ну, карты делать, это вот несовместимое дело, если честно. Вот. Я все пытаюсь понять. Я как раз хотел спросить, как работали, помогает ли тебе вообще, типа, в маппинге, либо как-то мешает, как-то конфликтует это все. Ну-ка, 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 Помогает? Вот я все пытаюсь вот подумать, как вот карты и то, чем я, ну, по профессии, можно сказать, занимаюсь, чем одно помогает другому. Я вот все не могу понять, потому что я знаю, вот когда я делаю карту, я тебе, по-моему, вчера об этом тоже говорил, я никакие там наброски не делаю, я чисто сижу и просто комнату за комнатой делаю и смотрю, что в конце из этого все получится. Но у меня уже заранее есть идея, как это все будет выглядеть, а как сами карты влияют на дизайн, если честно, никак. Ну, то есть вот никак, это как будто бы две абсолютно разные для тебя какие-то такие формы деятельности, да? Да, потому что когда я начал этим, ну, график дизайном увлекаться, я типа понял, что это будет моя там профессия туда-сюда и одновременно думал, что это будет, потому что, смотри, у меня это началось, как бы у меня это было хобби, можно сказать, потом перешел в профессию и как только это стало профессией, это очень тяжело было, чтобы это было хобби опять. И я решил, вот как тогда я очень активно перешел на обратно на маппинг, потому что я этим увлекался давным-давно в андриле, и это у меня было, можно сказать, уже мертвое хобби. Я решил его вернуть и понял, что вот со всем экспириенсом там от дизайна у меня с этим делом стало лучше получаться, и тем более радиант был, я его очень быстро освоил, это дико легкая программа. Я вот смотрю, у тебя вот эта карта первая, она здесь выпущена 8 октября, да. а стомб это твоя вторая карта. Она выпущена 23 декабря, то есть прошло, грубо говоря, прошло 2 месяца, ну 2 месяца просто прошло, и ты вот эту, вот эту карту, типа, не знаю, я сейчас такое намапливаю, типа, со своим там опытом, у меня там карт 15 есть, я сейчас такое сделал, иду подумаю, а, ничего, нормально так сделал, такие ящики прикольные, типа, нормально, а тут человек выпускает вторую карту, и это вторая карта стомб, которую просто все знают, я уверен, что ее знают даже где-то и вне дефраг краев, как бы, дефраг территории, потому что вообще нереально она классная, как это вообще возможно, что у тебя, вот ты первую, ты же тут даже толком ничего как бы не сделал, да, сделал телепорт, окей, сделал там какие-то наклонные ящики, шафт, сделал кнопки, сделал там телепорт с сохранением скорости, и все, здесь больше, по сути, ничего нету, и, как у тебя, у тебя стомб, это уровень маппинга, как у Ника? Я считаю, это все из-за того, что я до дефрага в анриле очень много времени провел, и, как сказать, руку, можно сказать, набил в маппинге, добился вот этого вот всего, то есть, когда я начинал в анриле, тоже мои первые карты, это были вообще, ну, отстой, там были просто какие-то коробки, текстуры вообще жуткие, ну, со временем качество очень хорошо улучшилось, потому что я стремился вообще там топовые карты делать, там тоже маппаки были такие качественные, у меня там много карт у них было популярных очень, и, мне кажется, я просто в то время, вот в то время, в 2000, с какого это было, ну, как я говорил, с 2003-го до 2008-го, по-моему, вот тогда я это все изучил, руку набил, приходя сюда, как-то, главное, освоил движок, понял, как все делается, и просто, можно сказать, про... Тем более, что, ты говоришь, в Радианте легче гораздо маппить это все дело, и ты, видимо, я так для себя выстраиваю цепочку, ты здесь, на этой карте, типа, такой, понял, ага, здесь вообще изи, и оба, стомп, завабахал, типа, а, так тут вот так, может, так, да, изи, вот вам, пожалуйста, 15 тысяч секреток, вот вам, ищите, типа, все сделал, какие-то идеи нереальные по геймплею, ну, карта вообще безумно шикарная, если кто-то, кто-то еще, кстати, не поиграл, обязательно поиграйте, EDC 2018 стомп, карта, вторая, вторая карта человека, чуть ли не до уровня ДФВЦ, просто, выполненный, дуэльный, турнир, где еще вы такое увидите, это я не знаю, Засунул я, короче, секретки, я их вообще не хотел больше ставить сюда, потому что уже как-то, когда, как сказать, когда карта подходит к концу, когда ты уже почти заканчиваешь, ты от нее, ты уже просто хочешь отвязаться, но у меня еще было 4 дня до варкапа, и я решил начать добавлять, то есть, у меня, понимаешь, у меня руки, просто мне надо что-то постоянно делать, так как карта есть, зачесались руки, да ладно, зачесались, я начал что-то добавлять, больше секретки, килл триггеров, везде килл триггеры, килл триггеры, да, сделал такие вот сюда секретки, которые, ну, очень-очень легко в них попасть, здесь нету никаких вещей, которые там тебе могут помешать, что-то, ты их просто находишь, и здесь такие сообщения, я оставил с кровавыми печатками рук, которые, кстати, по размеру не совпадают с руками игрока, они какие-то вообще руки великанов непонятные, и здесь типа написано, хватит искать, это не стоит этого, такие загадочные, такие, руки от того, дефрага тут отпечатки, да-да-да, а, ну, у тебя где гад стоит, типа, ну, этот, неуязвимость, здесь отбирает хп, по-моему, да-да-да, так, я даже не знаю, зачем я это поставил, но так просто для прикола, чтобы, значит, те, кто подойдут поближе, сказали, что, зачем, да-да-да, типа, а вдруг куда-то можно попасть только с определенным количеством хп, и это мне, чтобы, я потратил хп, и мне вот это вот нужно это сделать, я не знаю, но я как-то, первое, да-да-да, так что, пупуни его очень хорошо помнят, наверное, когда первый раз все тут мы с Димоном прыгали, и секретки эти смотрели, это просто, не знаю, это столько мыслей сразу, это ужас, не разобраться без бутылки водки, но, кстати, это вот для меня, ну, для того, кто такие же там карты собирается создавать, с таким количеством секреток, это очень-очень интересно наблюдать за людьми, которые потом в эту карту играют, потому что, что-либо они не находили, как в любой вообще игре, ты думаешь, оу, вау, слушай, секретка, и начинаешь думать, что к чему там относится, для чего вот это, почему здесь две коробки, что там вообще происходит, ну, это дико классно, потому что, ты смотришь это, и ты знаешь про себя, как бы, что в этой секретке вообще нет ничего, нет никакого смысла, она здесь просто, а люди же думают, что там, о, ведь это можно открыть, туда можно выйти, здесь лежит труп, написано, он стоит. Вот, значит, это вот у нас вторая, сюда залететь, ты по этой рампе бьешься, залетаешь туда, а последняя секретка у нас, сейчас я покажу, для меня туда немного, сложновато попасть. А, ну, тут надо, да, тут надо, много скорости, чтобы сюда залететь. Да, да, вот на вот эту верхнюю дорожку, и вот здесь снизу, слева, да, или справа можно, ты падаешь сюда, на вот такую дверь, и лежит, такой, и пишет, где последний патрон. так, а в чем прикол вот последнего патрона? Типа, какой-то один из патронов сложнее всего достать, получается, или найти, или как-то, или ты просто написал, типа, кто найдет, очевидно, что это найдут быстрее, чем патроны, да, скорее всего, кто-то любопытный, и типа, где последний патрон, ты такой, ааа, что, тут патроны есть, что это, какой патрон? Ну, именно так и есть, я сделал с, ну, с расчетом, что вот эту вот секретку, потому что я такую, ну, тоже более очевидную сделал, видишь, через эту трещину видно вот этот вот желтый свет, люди по-любому сюда залезут, и чтобы это им дало какую-нибудь подсказку, что патроны надо искать, а почему именно последний патрон, потому что у меня создалось такое чувство, что именно вот эту, комнату найдут до того, как найдут все три комнаты с тремя патронами. Как, как-то вообще, как ты в пасхалке играешь, куда, в какое время, типа, какая погода должна быть? Какая погода? Ну, слушай, хороший, кстати, вопрос, уже я уверен, что многим это тоже интересно, задом наперед у меня весь процесс шел на этой карте, то есть, опять же, вот если бы у меня... Я скидал пасхалки, короче, комнаты, и потом, так, надо геймплей теперь придумать, да? Выстрел карту по пасхалкам. Карту, да, карту по пасхалкам, но, но, не в прямом смысле, задом наперед, но, как сказать, опять же, если бы у меня была конкретная вот идея, как это все будет работать, я уверен, что эта карта была бы сделана там намного быстрее. ну, я в начале сделал всю карту, и потом начал думать, какую фишку в нее можно вот засунуть, какую секретку, и почему-то мне вот эта вот башня в начале, в самом, она мне так понравилась, сейчас, секундочку. А ее даже, по-моему, в ранней версии этой башни-то и не было, по-моему, насколько я помню. Ее не было, да, и вообще не было, потому что вот этот раут, который показал мне ты и Дэм Лайт, когда ты прыгаешь вот на вот этот пад, и долетаешь где-то почти, вот вы досюда где-то долетали, я решил как-то это чуть-чуть посложнее сделать, и поставил вот сюда вот эту вот башню. Я ее просто вот копипейстом отсюда бы взял, сюда поставил, и так они хорошо соединились, потолок очень красивый получился. И, короче, вот я взял эту башню за главную идею и думал, так, сделал башню, вот возьму ту идею, которую ты мне предлагал поставить туда игрока с кнопками туда-сюда, взял это за основу и думал, придумал к этому какую-нибудь такую, ну, небольшую такую историю, значит, типа, чувак в башне должен умереть туда-сюда, и потом начал, так как у меня время было еще много, начал эту идею просто вот, как сказать, улучшать. Думаю, так, хорошо, чтобы человеку попасть в башню, какую фишку можно сделать? Думаю, хорошо, давай в конце карты сделаем, чтобы человек где-то там находил батлсют, плыл вот в дырку и попадал в башню, потому что, ну, для меня это было логично, если что-то, какая-то секретка в начале, то в нее лучше игроку попасть в конце карты, таким образом, ты его, как сказать, слегка заставляешь человека все равно пройти всю карту, и это каким-то образом может улучшить его геймплей, даже потом, в будущем. Вот. Потом начал думать, хорошо, куда поставить батлсют, сделал комнату для батлсюта, потом в этой комнате думал, нет, батлсют слишком легко получается, надо сделать что-то посложнее, и это ушло настолько все глубоко в давай сделаем это посложнее, что вот получилось вот такое вот, то есть, опять же, из-за того, что, помнишь, я тебе еще писал, там, давай, ну, лучше на воркап эту карту поставим, то есть, ты сказал, окей, хорошо, на следующей неделе, вот у меня была неделя, я всю эту неделю сидел и думал, нет, это слишком легко, надо потяжелее, надо посложнее, я тебе скриншот вышлю, если ты хочешь, я такого просто на сервере, в клейке, вообще никогда не видел. Да, вышли, я потом его приклею, вот, вы видите, сейчас, скорее всего, скриншот. Я как-то абсолютно так, спокойно отношусь к тому, что в дефраге там находится очень-очень огромное количество карт, они абсолютно рандомно становятся популярными, и я понимаю, причем как, потому что я тоже иногда сижу на сервере и думаю, хочу играть в дефраг, но не хочу играть в эту карту, захожу на ворлдспан и начинаю искать карты, там часами можно сидеть, понимаешь, иногда нахожу карту, она действительно классная, и заходит народ на сервере, тоже начнят ее играть, и вдруг карта стала популярной, и он все начинает грандить там днями, днями, чуть ли не неделями сидят, то есть это абсолютно рандомно, и я вижу, как карты, которые там новые выпускаются, их поиграют там один денек, и про них забывают вообще навсегда, я очень спокойно к этому делу отношусь, потому что это может быть, это очень часто бывает, и вот всем мапперам, честно скажу, не давайте, чтобы вот это вот как-то вас останавливало создавать хорошие, качественные карты. и покупайте место на варкапе, потому что если вы хотите, чтобы вашу карту поиграли все, мы можем ее поставить на варкап всего лишь за 3 биткоина, за 3 биткоина, поэтому, ребят, дерзайте, пишите в личку, мне, Пуни может для вас сделать дизайн отдельно за 5 биткоинов, одна пасхалка, да, за 10, извините, я забыл, прайс-лист, пасхалка стоит 4 биткоина, ребят, прайс-лист тоже там где-нибудь в описании, нет, в общем, да, вот, еще, ну, нуд, очень сильно повлиял на меня, его стиль, и, карта, карты R7 называются Time, они мне очень понравились, потому что они очень техничные и очень-очень хорошо все продуманные, и мне вот именно в картах очень сильно нравится элемент того, вот, чего-то такого, где ты начинаешь пытаться понять, чего маппер хотел добиться, вот, делая какую-нибудь какую-нибудь там фишку, я не знаю, если ты помнишь карту, вот, Time Lock 3, где ты бежишь по карте и видишь на фоне какая-то еще карта, а потом начинаешь понимать со временем, что ты бегаешь по той же самой карте, но она развернута, то есть ты вначале бегаешь по ней, ну, по полу, потом ты бегаешь по левой стенке, потом по потолку, да, 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 это, ну, это, ну, настолько гениально было сделано, то есть, сама карта, вот, как, ну, по геймплею, она, я уже понял, она не всем нравится, потому что она такая техничная, такая нудная, там тоже постоянно по кубикам прыгает, ну, мне очень нравятся такие вещи, а вот с этими всеми, там, пасхалками, всеми секретами, так далее, я еще при Unreal Tournament с этим делом начал экспериментировать, потому что мне всегда нравилось, вот, играя в игру War, в детстве еще, ну, и сейчас тоже в нее играют, так она, мне нравится не просто по карте пробежать, вот, мне все оказалось, что есть два вида игроков, когда они ставят какую-то новую игру себя на комп, и у меня вот, когда я малым был, у меня был друг, он так в игры играл, мне это очень сильно помню, раздражало, потому что он держал кнопку вперед и просто тупо пробегал всю карту, там даже моменты, где, знаешь, в старых игроках, ты можешь, спидрайнер, да, он просто там отбегал какие-то комнаты, знаешь, там, забегаешь в комнату, в тебя там, начинают какие-нибудь пулять, монстры, а он просто чисто мимо них пробегал, типа такой, о, зачем в них пулять, ты тиром мимо них можешь до следующей комнаты пробежать, я такой, блин, типа там, остановись, хотя посмотри, как комната выглядит, я вот человек, который, который в какую-то новую игру или карту начинает играть, я должен пройти каждый угол и посмотреть, что там находится, как эта лампочка работает, из чего это сделано, слушай, какие текстуры, как здесь все классно, и таким образом, я вот, на играх провожу очень большое время из-за этого, Half-Life там 1, Half-Life 2, игры как портал, я на них провел очень-очень большое количество времени именно из-за этого, и что я замечал в них, особенно в Half-Life, вот вся эта фишка с G-Man, который там выходит где-то и уходит, и ты такой, вернись, куда он ушел, там каким-нибудь ноуклипом залетаешь и понимаешь, что здесь просто тупик, и мне это всегда так было интересно, потому что ты понимаешь, что люди, которые эти карты делали, все эти игры и так далее, они это делали специально, чтобы, ну, чтобы может подтолкнуть людей, там, ходить, гулять, пытаться вот вникнуть в тему, понять, что мапперы хотели этим добиться, и мне этот элемент всегда очень нравился, и я как-то вот в свои карты стал это добавлять, конечно, здесь вот в этом стомпе это может слишком too much, можно сказать, да и в mid тоже too much, но время было, и мне как-то это очень прикольно делать, потому что я знаю, что есть люди, которые вот, они заметят где-то, скажем, мостик, скажут, так, что тут? Прыгнут, увидят кнопку, скажут, о, так, я что-то нашел, давай-давай-давай, и вот, вот, вот это вот чувство, когда ты что-то сам нашел на чьей-то карте, вот это вот чувство очень офигенное, я знаю, есть очень много людей, которые вот очень этим увлекаются, когда вот, скажем, мне Форестахи написал, сказал, что они там с ребятами 6 часов потратили, искали все секретки, мне было очень вот приятно от этого, понимаешь, мне даже, это, мне было намного приятнее, чем человек, который мне напишет, скажет, классная карта, чувак, смысл здесь секреток был такой, все, кто мне с этой картой помогли, причем, все вот эти вот люди, ну, не включая вот этого, вот, какого-то вул, я шучу, дятел, дятел, все вот эти люди мне очень-очень сильно вообще помогли, потому что, опять же, не хочу повторяться, но повторюсь, с этой вот карты я очень много чему научился, именно вот благодаря всем этим людям, и я решил сделать секретку для каждого человека, извини, Форестахина, тебя просто уже времени не хватило, каждому сделать отдельную комнату, в которую люди могли заходить, и там, типа, вообще, свои какие-то препятствия делать, но, опять же, к сожалению, у меня на этого просто времени не хватило, потому что это заняло еще больше времени, у меня получилась комната только для XPC и для дяди Жени, и вот для XPC первое, ты здесь, типа, нажал кнопку, нажал вот здесь кнопку, убил себя, и вот здесь вот у тебя получается, ой, вот этот вот пад выезжает, у тебя есть, типа, определенное время, сюда запрыгнуть, ну, ты, наверное, эти все уже секреты помнишь, или нет? ну, очень смутно, я не все находил, поэтому, давай, прямо, показывай все, хе-хе, окей, и вот, забегаешь сюда, и как только ты сюда заходишь в эту комнату, за тобой закрывается и, хе-хе, скрим, и все, и тебя убивает, и вот так вот, следующий у нас был, это вот этот вот момент, как только ты прошел вот это вот кольцо, теперь надо вот сюда запрыгнуть, на эти две коробки, а у меня такое чувство создается, что люди, которые находили эту секретку, они вот так просто сюда подходят, ну, я не знаю, у тебя сообщение выскакивает, на... они у меня все отключено, а, отключено, ну, там просто, типа, написано, типа, how about some Kool-Aid, типа, как вам насчет Kool-Aid, и вот эту вот картинку он мне сам выслал, потому что он себе ее сует, типа, во все карты, но много людей забыли, что, если ты сюда вот подойдешь, близко, и на нее нажмешь, тебя телепортируют вот в эту вот комнату, бесконечный телепорт, бесконечный телепорт и вопли, скример номер два, скримеров больше не будет, это, это точно, вот в этом вот моменте ты заходишь за эти две коробки, и мы, скорее всего, это не получит, получилось, ты, наверное, эту комнату помнишь, да, самая жесткая комната, а сложнее всей карты, наверное, сложнее всей карты, да, но это было очень прикольно, я вот хотел на таком подобии сделать вообще целую карту, потому что, опять же, вот в Unreal Tournament мы только такие вещи делали, тут, значит, фишка такая, тебе надо вот по вот этим всем бадам попрыгать, попрыгать, ну, короче, вот туда вот наверх и там будет кнопка, когда ты нажмешь ту кнопку, у тебя вот этот вот кусок стенки съезжает сюда вот вниз, и вот эти две кнопки стреляют ракетами, а вот этот столбик опустится, когда ты на него приземлишься, то есть, здесь надо по таймингу все сделать правильно, и тогда эти ракеты ударятся вот сюда вот в стенку, тебе еще даются ракеты, и ты, и ты, типа, можешь запрыгнуть туда на самый верх, скажем, что получилось, вот, да, ну все, подрежем, нормально будет, и здесь котейка, которая вас убивает, и скримерами, и скримерами, вот дядю Женю с вопросами по поводу этой карты я замучил конкретно, я скажу, пасхалка задобрил богов, да, и богов до фрага, ну вот, потом у нас есть вот еще одна секретка, где там видно, видно курица, цыпленок, то есть, здесь надо вот приземлиться на один маленький, маленький губ, тяжеловато сделать, я не буду тратить время, просто быстренько пролирю, здесь, короче, сидит цыпленок такой, ты падаешь вниз, и у тебя вылетает сообщение, что зар сказал не трогать его куриц, цыплят, ты можешь нормально ходить, туда-сюда, а как только ты прикоснешься к цыпленку, сколько шутеров там, помнишь? О, слишком много, ты их наспамил просто там, да? Да, эта комната была посвящена Азару, который тоже мне очень много помогал, особенно с шейдерами, вот, кому я еще сделал секрет, а, тебе я еще сделал секретку, но вот на нее ушло очень мало времени. Ну и ладно, что-то. Мне много не надо, знаешь, лишь бы Рокет там был. Вот она. И чтобы туда залезть, надо попрыгать под камням здесь. Да, мою любимую. Я уже обожаю. Вот это вот карту прошлого, которую мы с тобой играли, к гроту. Да, да, да. Вот это напоминает. Вот как, вот объясните мне, как я не долетел до туда. Еее. Так, ну-ка, быстренько все подписались, ну-ка, ну-ка. Бесплатная реклама. И там, типа, сообщение в Вуди на президент дифраг. Ну-ка, громковато, конечно. У любого маппера, дизайнера должен, должен, ты просто должен стремиться к этому, выработать свой какой-то стиль. И чем быстрее человек понимает свой стиль, тем быстрее он может продвигаться дальше. Иметь собственный стиль, это, ну, сложно. К этому надо приложить очень много часов экспириенса, чтобы, ну, делать карты, делать, делать, чтобы понять, что тебе нравится, что людям нравится в твоих картах, а самому любить очень свои карты, всю свою работу, и стремиться все время создавать что-то новое. Все знают, что дифраг, это как это начало вот всего, это самое-самое главное. И благодаря вот этому, я очень уверен, что это будет существовать просто всегда. А благодаря вот этому, этим людям, и вот этим вот новым игрушкам, у которых там спидран будет мод какой-то свой, благодаря этому всему дифраг всегда будет существовать. Мне просто вот настолько много позитива от этой карты у меня получилось, я стал понимать, что, ну, то есть я из этого сделал личный вывод, что нравится дифраг комьюнити, каким бы он уже нью-скулом не был, я понимаю, там, старички, которые в эту игру играют очень много лет, конечно, не всегда будут согласны с, опять же, так называемой новой школой, но все, что мне люди там говорили по поводу этой карты, и что очень приятно увидеть что-то новое, понимаешь, вот обычная, вот если из нее убрать все, все секретки, все вот эти вот патроны туда-сюда, она такая, скажем, обычная стрейф-карта, но добавить туда вот эти вот шесть разных там платформ, по которым можно стрелять, и дать три патрона, ты добавляешь какой-то уже новый слой для игроков, ну, в этой, как бы, и мне народ тоже говорил, это очень, ну, оригинально, классная вообще идея, то есть, это мало что меняет в игре, ну, то, что что-то вообще новое существует, это как дает мотивацию людям понимать, что дифраг не достиг своего там лимита, что всегда можно что-то новое придумать, то есть, делайте, думайте, создавайте что-то свое, что-то прикольное, развивайте дифраг, а то один день этот дифраг подохнет, если еще такого классного в нем не будет больше, так что, да, дифраг forever! Дифраг forever!